И здесь мы говорим, конечно же, о тонкостях, о микро- и макросекундах, о долях секунды. И у каждого человека этот промежуток разный. И если провести анализ, измерение этого показателя, то мы сможем понять, есть ли у нас силы, есть ли у нас ресурсы, восстанавливаемся ли мы. И когда мы проводим эти обследования трудового коллектива, мы можем в целом оценить его трудоспособность. Такие измерения на благо и компаниям, и самим людям. Пример. Ну вот мой пупок. Если вот моему пупку плохо, то плохо всем. Моей жене, моим детям и моим коллегам по работе. Ну, я так думаю. То есть получается, что если у меня что-то не работает, то кто-то другой должен выполнять работу за него. Если у меня всё внутри хорошо, животик мой в порядке, то и жене, и детям, и коллегам тоже хорошо. То есть наш организм, он отражается во всей той среде, которая нас окружает, и в том числе на рабочем месте. Но мы знаем, что само по себе измерение не даёт нам излечения или решения нашей проблемы. Но мы получаем знания. Мы знаем, когда мы нагружаемся, когда мы нагружаемся слишком много, и восстанавливаемся ли мы после нагрузки. Когда происходит эта нагрузка? Например, на работе, когда мы отдыхаем, когда мы восстанавливаемся, может быть, это тоже на работе, может быть, это после работы, а может быть, это происходит во время ночного сна. Но мы не знаем, хорошо ли мы восстанавливаемся во время сна. Мы иногда вот думаем попить кофе на работе, закрыться в кабинете и положить, например, ноги на стол, закрыть глаза, расслабиться. И бывает так, что именно вот такой вот короткий промежуток времени поможет вам отдохнуть. Ваш директор может быть рассердится, что это вы лежите с ногами на столе, а вы на самом деле благодаря этим пяти минутам потом восстановитесь и будете эффективно работать оставшееся время. Начальники иногда не понимают и считают, что прохлаждаются работники, но это не всегда так. В компании Abloy в Финляндии работали сотрудники по 10-12 часов и вообще они не отдыхали на работе. И можете себе представить, 12-часовой или 10-часовой рабочий день, и они не отдыхали в течение дня, как они работали к концу. Допустим, приходит такой вот менеджер домой, и как он себя чувствует дома, как он проводит время с семьёй, но фактически очень некачественно. И я думаю, что его ночной сон тоже не даёт ему достаточного отдыха. Мы провели эксперимент, сделали небольшие, внесли изменения. Два маленьких перерыва во время рабочего дня, и каждый мог выбрать ту форму восстановления, которая ему помогала. Кому-то хотелось гулять по коридору в офисе, кто-то выходил на улицу, кто-то мог послушать. Мы делали либо два небольших перерыва, либо один длинный. И в результате мы получили, что люди могли долго работать и эффективно дома, они также могли эффективно общаться с семьёй. То есть, о чём это говорит? О том, что даже небольшие изменения, которые мы делаем, дают результат. И мы должны поставить цель. Допустим, хочу повысить продуктивность труда. Что мы делаем? Например, мы решим, что будем бегать. Делаем, бегаем пару месяцев. Потом мы бегаем пару месяцев, вроде как себя неплохо чувствуем. А потом раз, получаем травму и вообще вся эффективность коту под хвост. Почему это? Потому что мы напряглись, мы поработали. Потом мы пришли домой и пошли на пробежку. Напряглись ещё больше. Но мы перенапрягли свой организм. То есть, нужно понимать, что не тренироваться плохо, тренироваться слишком много тоже плохо. Для кого подходит наша система, которую мы разработали? Конечно же, для ключевых людей в компаниях, менеджеров, для проектных сотрудников, для персонала в компании. Для тех, кто работает посменно, для тех, кто работает на физически тяжёлой работе. Фактически, для всех людей, для всех, кто присутствует сегодня в зале. Какую пользу мы можем получить, если будем проводить эти измерения? Допустим, возьмём одного человека. Вот кто-то стал себя чувствовать лучше. Какая польза организации от этого? Организация, фирма получает хорошего сотрудника, который мало болеет. Который способен эффективно расходовать средства, которые компания выделяет на здравоохранение. Он способен влиять на людей, которые находятся в группах риска. Так скажем, отнести вот этот профилактический, просветительский луч. И, конечно же, снижаются затраты. Ему не нужно платить больничные в таком количестве. Он более эффективно работает, достигает лучших результатов на работе. Здесь то же самое, как спортсмены, так и обычные люди. Когда люди понимают, что с ними происходит, у них рождается мотивация. Без мотивации не будет результата. В заключение я хотел бы сказать так. Так, действительно, инвестиции в персонал фирмы, персонал организации. Это инвестиции в производительность, в эффективность работы этой организации. Благодарю за внимание. Каждый работник, конечно же, должен обращать на это внимание. Сегодня прозвучали очень важные вещи. Очень важно восстанавливаться после работы, после стресса, который мы так или иначе получаем на работе. И очень важно развивать свою способность, свою выносливость и заниматься своим физическим состоянием, быть в целом здоровым. И на свое здоровье можно влиять прежде всего своими привычками, своим образом жизни, как много мы двигаемся, что мы едим, что мы делаем. То есть очень простые вещи, и из них складывается наше здоровье. То есть прежде всего установки человека, которые у него в голове, и они уже превращаются в образ жизни и в итог. А вот еще хотел бы я задать вам вопрос. Качество сна. Вы сказали, что сон связан со здоровьем, с качеством жизни, с восстановлением. Что вы можете сказать, вот как опытный эксперт, есть ли в нашем обществе проблема сна? Может быть, человек, он как-то вот его стресс очень сильно беспокоит, и он даже во сне не может восстановиться после этой нагрузки. Да, сон и восстановление – это сопряженные, это связанные вещи. Когда человек спит, совсем не обязательно, что он полноценно отдыхает и восстанавливается. То есть он вроде как спит, но не происходит восстановление. У человека есть три цикла сна. Это многие знают. Опять же, у всех людей эти циклы немножко по-разному устроены. Я сейчас не буду углубляться в этот вопрос. Но важный момент. Когда вы идете спать, нужно понимать, что очень многие факторы ослабляют способность восстановиться во время сна. Первый – это алкоголь, тяжелая еда, горячая сауна или очень большие физические нагрузки. Это ухудшает способность восстановиться во время сна. Опять же, качество сна. Если вот сон не очень глубокий, не очень хороший, также не очень хорошо восстанавливаетесь. Для того, чтобы спать более эффективно, нужно готовиться к ночи, готовиться ко сну. Нужно, может быть, внести небольшие изменения в свой распорядок дня, подойти к планированию сна, может быть, ложиться чуть раньше, может быть, что-то по-другому делать, может быть, спать чуть дольше. И в любом случае, вы придете к хорошему результату, и будете более бодро себя чувствовать утром.